Леонид Пантелеев, Фенька Дело было вечером. Я лежал на диване, курил и читал газету. В комнате никому кроме меня не было. Вдруг слышу, кто-то царапается, кто-то чуть слышно в окно стучит. Тик-тик, тук-тук. Что, думаю, такое? Муха? Нет, не муха, таракан? Нет, не таракан. Может быть, дождь капает? Да нет, какой там дождь? Дождем и не пахнет. Повернул я голову, посмотрел, ничего не видно. На локте привстал, мне тоже ничего не видно. Прислушался, как будто тихо. Лег я и вдруг опять тик-тик, тук-тук. Что, думаю, такое? Надоело мне. Встал я, бросил газету, подошел к окну и... Глаза потрачу. Думаю, батюшки, что это мне во сне снится, что ли? Вижу, за окном на узеньком железном карнизе стоит кто, как вы думаете? Стоит девочка. Да, такая девочка, о которой вы и в сказке не читывали. Ростом она будет поменьше самого маленького мальчика с пальчиком. Ножки у нее бастые, платье все изодрано. Сама она толстенькая, пузатая, нос с пуговкой, губы какие-то оттопыренные, а волосы на голове рыжие и торчат в разные стороны, как сапожные щетки. Я даже не сразу поверил, что это девочка. Я подумал сначала, что это какой-то зверек, потому что я никогда раньше таких девочек не видел. А девочка стоит, смотрит на меня и за всех сил своим кулачишком по стеклу барабанит. Тик-тик, тук-тук. Тут я ее через стекло спрашиваю. Девочка, тебе что надо? А она не слышит меня, не отвечает и только пальцем показывает, дескать, открой поскорей, а ну открой. Тогда я отодвинул задвижку, открыл окно и впустил ее в комнату. Чего ты, глупышка, в окно лезешь? Ведь у меня же дверь открыта. А она мне, я помню, смешным-смешным голоском отвечает. Я в дверь не умею ходить. Как не умеешь? В окно умеешь, а в дверь не умеешь? Да, говорит, не умею. Вот как, думаю, чудо-юдо ко мне привалило. Удивился я. Взял ее на руки. Вижу, она вся дрожит. Вижу, боится чего-то. Оглядывается на окно, посматривает. Лицо у нее все заплаканное. Зубки стучат. А в глазах еще слезы поблесткивают. Я у нее спрашиваю. Ты кто такая? Я, говорит, фенька. Кто такая фенька? Такая вот фенька. А ты где живешь? Не знаю. А где твой папа с мамой? Не знаю. Ну, говорит, а откуда ты пришла? Почему дрожишь? Холодно? Не, жарко. А я дрожу, потому что за мной сейчас собаки по улице гнались. Какие собаки? Не знаю. Тут уж я не вытерпел, рассердился и говорю. Не знаю, не знаю. А чего уж ты тогда знаешь? Я есть хочу. Ах, вот как. Это ты знаешь. Ну, что ж с ней поделаешь. Посадил я ее на диван. Посиди, говорю. И сам пошел на кухню. Поискать нет ли чего-нибудь съедобного? Думаю, только вот вопрос. Чем ее кормить, этакое чудовище? Налил ей на блюдечко молока. Хлеба нарезал маленькими кусочками. Котлету холодную раскрошил. Прихожу в комнату, смотрю, где же Финька. Вижу, на диване никого нет. Удивился я, стал кричать. Феня! Феня! Никто не отвечает. Я опять. Феня! А, Феня! Я вдруг слышу откуда-то. Я тут. Нагнулся я. Она под диваном сидит. Рассердился я. Я говорю, что за фокусы такие? Ты почему это на диване не сидишь? А я, говорит, не умею. Что? Под диваном умеешь. На диване не умеешь. Ах, ты такая сякая. Ты, может быть, и за столом за обедением не умеешь сидеть? Нет, это я умею. Ну так садись, говорю. Посадил я ее за стол. Стул ей поставил. На стул книг целую гору навалил, чтобы повыше было. Вместо передника носовой платок повязал. Ешь, говорю. Только вижу, не ест. Вижу, сидит, ковыряется, носом сопит. Что? Говорю, в чем дело? Ты же есть просила. Вот ешь, пожалуйста. А она покраснела и вдруг говорит, нет ли у вас чего-нибудь повкуснее? Как повкуснее? Ах ты, я говорю, неблагодарная. Тебе что, конфет надо, что ли? Ах нет, что вы, что вы, это тоже невкусно. Тебе что, мороженого надо? Не, мороженое тоже невкусное. И мороженое невкусное. Вот тебе и на. Так что ж тебе скажи, пожалуйста, хочется? Она помолчала, носиком посопила и говорит, нет ли у вас немножечко гвоздиков? Каких гвоздиков? Ну, говорит, обыкновенных, железненьких гвоздичков. У меня даже руки от страха затряслись. И я говорю, ты чего значит гвозди ешь? Да, говорит, я гвоздики очень люблю. Ну так а что ты еще любишь? А еще, говорит, я люблю керосин, мыло, бумагу, песок. Только не сахарный. Вату люблю. Зубной порошок, гуталин, вазелин и спички. Я думаю. Батюшки, неужели это она правду говорит? Неужели она действительно гвоздями питается? Ладно, говорю, давай проверим. Вытащил из стены большой ржавый гвоздь, почистил его немножечко. На, говорю, ешь, пожалуйста. Я думала, она не будет есть. Думаю, это она просто фокусничает, притворяется. Но не успел я оглянуться. А она раз-раз хрум-хрум. Нет, весь гвоздь сжевала. Облизнулась и говорит, еще. Я говорю, нет, голубушка, извиняюсь. У меня больше нет гвоздей. Вот если ты хочешь бумаги, пожалуйста, могу дать. Давай, говорит. Дал я ей бумагу, она и бумагу съела. Спичек дал целый коробок, она и спички в два счета скушала. Керосину на блюдечко налил, она и керосин вылакала. Только смотрю и головой качаю. Вот так девочка, думаю. Такая девочка, пожалуй, и тебя самого съест в два счета. Нет, думаю, надо гнать ее в шею. Обязательно гнать. Куда мне такое страшилище, дают-ка такую? А она керосин выпила, блюдечко вылезала и сидит, зевает, носом клюет. Спать, значит, хочет. И тут мне ее, знаете, что-то жалко стало. Сидит она, как воробушек, съежилась, нахохлилась. Куда же ее, думаю, такую маленькую на ночь глядя? Ее ведь такую печушку и в самом деле собаки могут загрызть. Я думаю, ладно, так уж и быть. Завтра выгоню. Пускай выспится у меня, отдохнет. А завтра утрочком досвиданится. Иди, откуда пришла. Подумал я так и стал ей готовить постель. Положил на стул подушку, на подушку еще подушку, маленькую из-под булавок, у меня такая была. Потом уложил феньку, укрыл ее вместо одеяла салфеткой. Спи, говорю, спокойной ночи. А она сразу и захрапела. Я посидел, немножко почитала и тоже спать лег. Утром, как только проснулся, пошел смотреть, как там фенька поживает. Прикажу, смотрю. На стуле ничего нет. Ни феньки, ни подушки, ни салфетки. Вижу, лежит моя фенечка под стулом. Подушка у нее под ногами, голова на полу. Салфетки? Так такой и вовсе не видно. Разбудил ее, говорю. Где салфетка? Какая салфетка? Такая салфетка, которую я тебе вчера вместо одеяла устроил. Она говорит. Не знаю. Как это не знаешь? Честное слово, не знаю. Стали искать. Я ищу, а фенька мне помогает. Ищем, ищем, нет салфетки. Вдруг фенька мне говорит. Слушайте, не ищите, не надо. Я вспомнила. Что вспомнила? Я вспомнила, где салфетка. Ну и где? Я ее нечаянно скушала. Ох, рассердился я. Закричал, ногами затопал. Обжора ты эдакая. Утробы ты ненасытная. Ведь этак же ты мне весь дом сожрешь. Я ненарочно. Как ты ненарочно? Нечаянно салфетку съела, да? Я ночью проснулась, мне кушать захотелось. А вы мне ничего не оставили. Вот и сами виноваты. Ну, я с ней, конечно, спорить не стал. Плюнул, ушел на кухню. Завтрак готовить. Себе сделал яичницу. Кофе сварил. Бутерброды намазал. А Феньки нарезал газетной бумаги. Накрошил туалетного мыла. И сверху все это керосином полил. Приношу этот винегрет в комнату. Смотрю, моя Фенька полотенце в лицо вытирает. Я испугался. Мне показалось, что она ест полотенце. Потом вижу, нет, лицо вытирает. Я у нее спрашиваю, ты где воду брала? Какую воду? Я говорю, такую воду. Одним словом, где ты мылась? Я еще не мылась. Как ты не мылась? Чего же ты тогда вытираешься? А я всегда так. Сначала вытрусь, потом вымоюсь. Я только рукой махнул. Ну ладно, садись. Ешь поскорее и до свиданеца. Как это до свиданеца? Да так говорю, до свиданеца. Надоела ты мне, голубишка. Уходи поскорее, откуда пришла. Я веду к Фижу. Моя Фень как задрожит, как затрясется. Кинулась ко мне, за ногу схватила, обнимает, целует. А у самой из глазенок слезы так и брызжут. Не гоните меня, пожалуйста. Если вы меня кормить будете, я никогда ни одного гвоздика, ни одной пуговицы без спросу не съем. Но одним словом, мне ее снова жалко стало. Детей у меня тогда не было. Жил я один. Вот и подумал. Что ж, не объест ведь она меня, эта пигалица. Пускай, думаю, погостит у меня немножко, а там видно будет. Вот, ладно, так уж и быть. В последний раз тебя прощаю. Но только смотри у меня. Она сразу повеселела. Запрыгала, замурлыкала. Потом я ушел на работу. А перед тем, как уйти, я сходил на рынок, купил полкило маленьких сапожных гвоздей. Штук 10 я оставил Феньке. Остальные положил в ящик. Ящик закрыл на ключ. На работе я все время о Феньке думал. Как она там, что делает, не натворила ли чего-нибудь. Прихожу домой. Фенька сидит на окне, мух ловит. Увидела меня, обрадовалась. И в ладошки захлопала. Ой, наконец-то, как я рада. Я говорил, скучно было. Очень скучно, прям не могу до чего скучно. Взял я ее на руки. Говорю, есть, наверное, хочешь. Не, ни капельки. У меня еще три гвоздя от завтрака осталось. Я думал, ну и если три гвоздя осталось, значит, все нормально. Ничего лишнего не съела. Я похвалил ее за хорошее поведение. Немножко с ней поиграл. А потом занялся своими делами. Мне нужно было написать несколько писем. Я сажусь за письменный стол. Открываю чернильницу. Гляжу. Чернильница у меня пустая. Что такое, думаю? Ведь я третьего дня только чернила покупал. А ну, Фенька, иди сюда. Она прибегает. Да, говорит. Я говорю, ты не знаешь, куда у меня чернила девались? А что? Да ничего, знаешь или не знаешь. Она говорит, если вы ругаться не будете, тогда скажу. Ну? Не будете ругаться. Ну, не буду. Я их выпила. Как выпила? Ты же мне, говорю, обещала. Она говорит, я обещала вам не есть ничего, а пить я не обещала. И вы опять сами виноваты. Зачем вы мне таких соленых гвоздей купили? От них пить хочется. Ну вот, поговорите с ней. Опять я виноват. Я думаю, что же мне делать? Ругаться? Надо ей какую-нибудь работу, какое-нибудь занятие найти. Это она безделье глупостями занимается. А когда я ее работать заставлю, ей некогда будет дурака отвалять. На другой день я ей утром даю метелку и говорю, вот, Феня, я ухожу на работу, а ты делом займись. Прибери комнату, пол подмети и пыль вытери. Сумеешь? Она даже засмеялась. Эва говорит, чего что-то не суметь-то? Конечно, сумею. Вечером я прихожу. Смотрю, в комнате пыль, грязь. На полу бумажки валяются. Эй, Феня, кричу. Она из-под кровати вылезает. Да, в чем дело? Ты почему пол не подметала? Как это почему? Вот именно, почему. А чем, говорит, метать-то? Метелкой. Нету метелки. Как это нету? Очень просто, нету. Куда же она одевалась? Молчит. Носом сопит. Знает, дело не ладно. Съела. Съела. Я так на стул и упал. Я даже сердиться позабыл. Чудовище. Да как это ты умудрилась метелку скушать? Она говорит. Я, честное слово, даже сама не знаю. Как-то незаметно. По одному прутику. Ну что же, говорю, мне теперь делать? Железную метелку для тебя, что ли, заказывать? Нет. Что нет? Нет, говорю. Я и железную съем. Тогда я подумал немного и говорю. Ладно, я знаю, что с тобой делать. С завтрашнего дня я буду тебя в чемодан прятать. Ты чемодан, надеюсь, не съешь? Нет, не съем. Он пыльный. Вымыть его тогда съем. Ну нет, спасибо. Не надо. Уж лучше пускай пыль стоит. На другой день посадил я Феньку в маленький кожаный чемодан. Она ничего, не плакала, не пищала. Только попросила, чтобы я ей дырочки просверлил для воздуха. Я взял ножницы и сделал три дырки. И с тех пор Фенька там и живет у меня в чемодане. Конечно, выросла за это время немножко. Была с большой палец, стала с указательной. Но неплохо живет. Ей даже уютно. Теперь я ей и окошечко сделаю в ее домике. Сидит она на маленьком диванчике, обедает за маленьким столиком. И даже маленький-маленький вот такой телевизорчик там стоит. Так что вы ее не жалеете, Феньку-то. А лучше приходите ко мне в гости. Я вас непременно с ней познакомлю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова